Добрый вечер! На телеканале Лида ТВ информационная программа события. В студии сегодня работает Александра Бурч и коротко о главном. Важен голос каждого. Председатель Гродненской областной организации профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк рассказал молодежи об особенностях избирательной кампании. Когда инициатива и труд не остаются незамеченными, Анна Данейко, 12-й год, трудится на предприятии Лида Пищеконцентраты и постигает новые вершины. Переход в неположенном месте и в темное время без фликера. ГАИ провела мероприятие для предупреждения ДТП с пешеходами и велосипедистами. Таленты Прынямония. 10 творческих номеров представят Лицкие ребята на зональном этапе областного фестиваля конкурса. На выборах важен голос каждого избирателя. Таким мнением сегодня поделился с молодыми специалистами Лицкой больницы председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк. Спикер обратил внимание, что в стране впервые одномоментно будут избираться депутаты всех уровней, от палаты представителей до поселковых советов. Это значительная экономия бюджетных средств, которые можно направить на социальные нужды. Отдельно Владислав Голяк остановился на такой особенности, как формирование состава Всебелорусского народного собрания. В Конституции заложено, что после единого дня голосования в течение 60 дней предстоит провести первое заседание ВНС. В целом, ключевой посыл его выступления – молодые люди не должны оставаться в стороне от политической жизни страны. В преддверии электоральной кампании, единого дня голосования, естественно, молодежь, которая пришла в лечебное учреждение, это, конечно, очень важно в плане оказания медицинской помощи, поэтому, как они отнесутся именно к выборам, к выбору своему именно по депутату, очень важно. Вообще, общественные организации очень активно участвуют в избирательной кампании, хотя юридически мы можем только выдвигать представителей в окружные, в участковые избирательные комиссии. Если смотреть по области в целом, то шесть наших представителей выдвигаются в окружные комиссии и в 114 участковые комиссии. Кроме того, мы еще выдвигаем наблюдателей. В этом году в центральную районную больницу Лиды прибыло 66 молодых медиков, за последние два года порядка 130. Жилищный вопрос, заработная плата и комфортные условия труда – своего рода формула закрепления молодого специалиста на первом рабочем месте. Для администрации это сейчас главная задача, как и для профсоюзов, которые особое внимание также уделяют адаптации молодых кадров. Мы отслеживаем вопросы и охраны труда, и правовую защиту, тоже оздоровление, туризм, даже туристическая поездка – это тоже положительные эмоции. Значит, это на качестве в конечном итоге на рабочем месте будет. Поэтому все эти моменты отслеживаем, стараемся где-то подсказать, где-то помочь конкретному работнику или в целом учреждению. Если посмотреть среди молодых специалистов, сколько приехало в Лиду, ни в один район столько не приезжает, потому что это самое крупное лечебное учреждение в Руднинской области. Но один из важнейших моментов, наверное, то, что сегодня профсоюзы отсматривают, это и качество жизни, здоровья тех же медиков, тех же молодых. Мы сегодня не только молодыми специалистами занимаемся, сегодня вопрос довольно большой процент работы в системе здравоохранения пенсионного возраста и врачей, и следственных сотрудников. Поэтому их качества, какие они приходят, то есть их состояние здоровья, их питания, вопросы, допустим, организации питания в отделениях, комнаты приема пищи. На таких людях держится производство. Анна Данейко с 2012 года работает на Лидских пищевых концентратах. За это время женщина много раз проявляла инициативу и демонстрировала хорошие показатели труда, которые положительно сказывались на работе всего предприятия. Успехи Анны не остались незамеченными, благодаря чему она удачно продвинулась по карьерной лестнице. С недавних пор Анна Данейко заняла должность мастера. Какие обязанности теперь приходится исполнять? Насколько большая ответственность ждет каждый день на рабочем месте? И как новоиспеченный руководитель справляется со всеми трудностями? Расскажем в следующем сюжете. С продукцией предприятия Лидские пищевые концентраты хорошо знакомы жители нашей страны и не только. Особой популярностью пользуются овсяные, пшеничные, ячменные, гречневые хлопья, а также кукурузные палочки и шарики. Их производством занимаются работники участка Геркулес, а это порядка 30 человек. Контролируют и координируют их работу два сменных мастера. Одна из них Анна Данейко. Пришла на эту должность буквально пару месяцев назад и полностью отдает себя работе. Это связующее звено рабочих и высшего руководства. Это такое звено, которое объединяет весь коллектив завода и доносит информацию от высшего руководства рабочим и от рабочих высшему руководству. К тому, что сейчас имеет Анна Данейко, шла долго и упорно. Начинала с машиниста распасовочных автоматов, которым проработала 7 лет. В 2019 году предприятие модернизировалось, приобрели новое оборудование. На нем необходимо было научиться работать. С этой задачей Анна справилась и получила должность оператора линии производства пищевых продуктов. На этом не остановилась. Постоянно проявляла инициативу, чтобы положительно повлиять на процесс производства. Например, через наладчиков вносила различные изменения в работу машин и механизмов участка. Во время работы на распасовочном оборудовании приходилось много модернизировать его для более качественной работы. Очень много было вложено и в оборудование, на устранение производственного брака, на повышение производительности. Приходилось в свободное время приезжать, помогать, подсказывать где-то по оборудованию какие-то вопросы. И это все привело к тому, что высшее руководство обратило на меня внимание. Предложили сначала смены мастером. Я была на подмене отпусков, на подмене по болезни, когда уходили. И вот с 23 года меня перевели на должность сменного мастера участка Геркулеса. Сейчас прибавилось и обязанностей. Каждую смену участок Геркулеса выпускает более двух тонн кукурузных палочек и шесть с половиной тонн различных видов хлопьев. Одна из ответственностей Анны, чтобы вся выпускаемая продукция отвечала заявленным требованиям. Поэтому мастер контролирует процесс производства от начала до конца. А процесс этот включает в себя множество этапов. Например, перед тем, как попасть во всеми узнаваемую коробку хрумстик, кукурузная палочка проходит целую полосу препятствий. Сначала она готовится из смеси в машине-экструдере. Режется на кусочки, приобретая знакомую форму. Глазируется и перемешивается в дрожжировочных барабанах. И только затем взвешивается и фасуется. Даже самая незначительная ошибка в этом процессе приведет к потере качества продукта. Поэтому новоиспеченному мастеру нужно быть начеку постоянно. Так как у меня этот переход от оператора к мастеру был постепенный, и коллеги, которые работают рядом со мной, всегда приходили, я всегда держу, была поддержка от них, всегда был совет. Никогда не было такого, чтобы кто-то бросил и оставил без внимания, если какие-то вопросы. Поэтому ответственность, да, она, конечно, есть. Ответственность большая, потому что, ну, как бы, производство сложное. Наверное, даже больше одерживают теперь поддержку морально от коллектива, с которого я вышла, из простых рабочих. Были какие-то вот моменты, все-таки коллектив женские, более комфортно стало. Только вместе, со всей бригадой мы можем создать качественный продукт. Здесь не может быть по одному человеку. Коллеги и руководство также ценит Анну Данайка. Взаимопонимание и поддержка, которые уже долгое время царят между работниками участка сухих завтраков, никуда не делись. В коллективе мастер всегда чувствует себя как дома. В любой момент может обратиться за помощью и поддержкой. А все усилия, которые она прилагает в работе, не остаются незамеченными со стороны начальства. Я, как непосредственный руководитель Данайка Анны Геннадьевны, могу сказать о ней только хорошие слова. Она зарекомендовала себя как ответственный, исполнительный человек. Она очень трудолюбива, она очень щепетильно относится к работе и к поставленным задачам, которые ей доходят. От меня, как от руководителя, и от других служб в том числе. Ее работа очень ценится не только в цеху, но также и в отдельных службах нашего предприятия. За добросовестный труд и достижения на трудовом поприще Анна может похвастаться заслуженными наградами. Это благодарственное письмо от председателя Лицкого райисполкома и грамота за рационализацию оборудования от руководства предприятия. Не оставляет без внимания и профсоюзная организация. Премиями, поощрениями и подарками радует на постоянной основе. Нас никогда не забывают. Материальная помощь к праздникам, либо продукции. У нас всегда не было такого случая за последние годы, чтобы нас не поощрили к праздникам. Все могут в любой момент заказать абонемент в спортивные комплексы, посещать бассейны. У нас очень часто организовываются туристические поездки, на концерты билеты предлагают. И материально даже было когда дети сильно болели, мне профсоюз помог материально. После рабочей смены Анна всегда спешит домой. Там ее ждут муж Андрей, сыновья Владислав, Алексей и Илья, которые поддерживают в любых начинаниях. Поддержку от них я тоже имею колоссальную. Радуются всем успехам. И, конечно же, я и сама им говорю, вот старайтесь как мама, старайтесь учиться для того, чтобы достичь чего-то в жизни и прийти к своим целям. Без поддержки моей семьи, наверное, бы не было меня в этой должности. Любимая семья и не менее любимая работа. Анна Данейко выполнила все цели, которые ставила перед собой. Ее ценят и ждут. Это главное. А она, в свою очередь, продолжит успешно выполнять свои обязанности и быть поддержкой для окружающих ее людей. Сотрудничество духовное и социальное. Наличие не налажено тесное взаимодействие между органами госуправления и церковью. Во многих сферах соблюдаются определенные договоренности, реализуются совместные проекты. Их цель – сохранение и популяризация традиционных ценностей и созидание во благо людей. Сегодня наши священнослужители имеют возможность участия в различных мероприятиях – деловых, служебных. И это дорогого стоит. Сегодня православные пастыри имеют возможность входа в учреждения здравоохранения. Сегодня православные священники преподают основы православной культуры, проще сказать, закон Божий в учреждениях образования. Сегодня духовно окормляют наши священнослужители и воинские подразделения. Солдат-срочников и не только срочников, но и офицерский состав. И все те мероприятия, которые мы намечаем совместно с государством, с Божьей помощью реализованы. Приближается единый день голосования. И я, как православный священнослужитель, хотел бы сказать, что наш долг состоит в том, чтобы мы пришли на избирательные участки и отдали свой голос. Так будет правильно. И в согласии с законодательством, как христиане, мы должны в то же время выразить свое волеизъявление. Свой голос мы отдаем за жизнь добрую в мире и согласии. За пять дней ПДД нарушили 65 пешеходов и велосипедистов. Профилактические мероприятия на дорогах Литчины госавтоинспекция проводила со 2 по 6 февраля. Главная их цель – предупредить ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Так, за время рейдовых мероприятий в поле зрения инспекторов ДПС попали 60 пешеходов. Большинство из них в темное время суток не были обозначены световозвращающими элементами, либо переходили дорогу в неустановленном месте. Четыре пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, к ответственности сотрудники ГАИ привлекли четверо велосипедистов, которые двигались вне населенных пунктов по краю проезжей части без использования жилета в повышенной видимости. Из всего количества нарушений, совершаемых пешеходами в указанный период, один пешеход, который передвигался на средства в персональной мобильности, нарушил правила дорожного движения, а именно двигался по проезжей части дороги. Пешеходу, который передвигается на средства персональной мобильности, запрещается движение по проезжей части дороги. Движение разрешено по велосипедной дорожке, тротуару, либо обочине. Также не должен превышать скорость для движения 25 км в час. Пешеходы и водители, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, они считаются потенциальными убийцами на проезжей части дороги. И в связи с этим госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения информировать о таких фактах нахождения на проезжей части дороги нетрезвых пешеходов, а также водителям, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом виде. Каждый номер – яркое шоу. Свыше 50 участников собрал на сцене Лицкого Центра творчества детей и молодежи районный этап фестиваля «Талленты пронемония». В конкурсе участвовали ребята из всех уголков региона, учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования. В отборочном туре выступили дети от 6 до 18 лет. За звание лучшей юные таланты боролись в трех номинациях – хореография, вокал и театральное творчество. Условия, как и на взрослых конкурсах, профессиональные жюри и строгие критерии отбора. По итогам отбора победители и призеры представят Лицкий район на зональном этапе, который состоится уже 28 февраля во Дворце культуры. Мы отсматриваем лучших из лучших. Это 32 номера, которые будут представлены. До этого мы отбирали ребят по видеоматериалам. В зональном этапе будет участвовать всего лишь 10 номеров от нашего района, поэтому сегодня задача жюри – отобрать этих ребят, которые будут представлять наш район на областном этапе. Такие конкурсы, как правило, становятся стартовой площадкой для юных дарований. Возможно, именно эти таланты принемания в скором будущем покорят Звездный Олимп. В этих соревнованиях я хочу победить, в принципе, как и все. Чирлидингом я занимаю 4 года. Мне нравится в этом, что достаточно хорошая атмосфера, достаточно хорошие приятели. Я занимаюсь чирлидингом уже 5 лет. Этот вид спорта мне нравится тем, что он вообще красивый весь, костюмы все эти, атмосфера. У меня все новости к этому часу. Сразу после информационной программы события смотрите прогноз погоды на завтра. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова